здравствуйте с вами телеканал all master и сегодня мы рассмотрим такие популярные вопросы как вопросы пайки аккумуляторов литий-ионных основной типоразмер конечно 18 650 батареи вот но двух таких же однако меня не оказалось не паянных в наличии поэтому 14 500 и будем паять вместе вот на пайку рассмотрим обоих для начала расскажем о том что вам потребуется для пайки литий-ионных аккумуляторов потребуется флюс lte 120 либо активный типа nc 559 с ним должно паяться проще припой обычный оловяно-свинцовый ну и разумеется паяльник разогретый градусов так до 250 260 по данному регулятору вот так же потребуется пинцет для пайки провода к аккумулятору бокорезы для подготовки это все вам потребуется и рассмотрим вариант вопросы пайки аккумулятора платам печатным вот к обычной к макетной это не важно что же приступим и так подходя к вопросу пайки литий-ионных аккумуляторов стоит отметить самую главную особенность то что вообще в принципе паять литий-ионные аккумуляторы нельзя причина тому проста для пайки нам нужно что нужно нагреть спаиваемую деталь вот нагрев же литий-ионные аккумуляторы переживают достаточно плохо может произойти возгорание взрыв либо просто испортить их характеристики ухудшится но справедливости ради стоит отметить что литий-ионные аккумуляторы боятся нагрева скажем так в своей массе то есть когда это происходит при больших токах разряда при коротких замыканиях они нагреваются изнутри и происходит их уже деградация воспламенение и вплоть до взрыва вот какие меры безопасности нужно при этот предусмотреть вот во первых паяльник должен быть нагрет до достаточно высокой температуры чтобы быстро прогреть локальную точку плюсового контакта вот и что самое важное локальную точку для припайки минусового контакта поскольку минусовым контакт у нас является весь корпус данной батареи что большой 18 650 типа размера что маленький корпус у нее весь один а плюсовой контакт достаточно небольшой его паять будет проще что же давайте приступим сейчас мы это с вами пройдем на практике данную батарея типа размера 18 650 буду паять плюсом лт и 120 это у нас несколько сложнее будет для начала плюсовой контакт слегка смажем плюсом возьмем паяльник наберем на него припой припой можно брать побольше и собственно прогреваем как мы видим ничего сложного нет главное долго не греть все у нас здесь обеспечен заложенный контакт плюсовой данной батареи переворачиваем минусовым контактам и проделываем всю точность от тоже самую процедуру минусовой контакт прогреваем немного дольше все готово у нас заложены два контакта плюсовой минусовой чтобы припаять провод нам необходимо взять заложенный проводник у нас есть уже подготовленный поднести его в данном случае к минусовому контакту нанести флюс и разогретым паяльником произвести соединение двух частей аккумулятора и провода припоя как мы видим недостаточно берем еще вот что мы с вами получили мы получили провод припаянный рано отцепил надо дать остыть время у нас не провод оторвался не припой от батареи от элемента просто-напросто паянное соединение еще не окрепло сейчас мы дадим ему немножечко остыть вот пока он остывает можем взять ватные палочки либо ватный диск неважно и остатки флюса удалить при помощи специального средства типа флюксов можете жидкость для очистки карбюратов использовать и так далее кому что удобней очищаем у нас становится видно место пайки тоже соединение обеспечено все достаточно крепкое соединение и так дальше на примере данных двух элементов аккумуляторных литий-ионных 14500 размера рассмотрим их заложивание плюсов-минусов плюсовых минусов контактов при помощи разных плюсов lte 120 и nc 559 собственно приятного просмотра до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас наблюдается такая же ситуация, то можно просто каким-нибудь острым предметом предварительно подчистить, так скажем, возможные пленки окисла, создать лучшую сцепляемость припоя с поверхностью одного из полюсов аккумулятора После такой нехитрой процедуры, несложной, припой должен ложиться намного лучше Вот здесь мы видим, у нас сразу припой прихватывается Вот, но еще стоит учитывать то, что 14500 аккумулятор обладает намного меньше теплоемкостью То есть появится гораздо быстрее Давайте с плюсовым контактом повторим ту же процедуру Субтитры создавал DimaTorzok Вот он стал чуть-чуть лучше у нас поддаваться, но незначительно пока Сейчас мы воспользуемся другим инструментом Напильником обработаем эту поверхность И как мы видим, места, которые были зачищены напильником Сразу же начинают заложиваться Данного контакта нам будет достаточно для подпайки аккумулятора Другой аккумулятор мы залодим при помощи флюса NC559 Выдавливаем немножечко данного флюса Наносим на площадку Попробуем сначала не зачищая ее от пленок окислов И попробуем залудить Как мы видим, с NC6 появится намного-намного лучше Даже без предварительной зачистки Сейчас проверим это на плюсовом контакте данного аккумулятора КОНЕЦ Дело идет немного лучше, конечно, чем с флюсом L3-120 Но все равно недостаточно удобно Поэтому зачистим данный контакт Также предварительно напильничком КОНЕЦ Здесь у нас немного плохо припой ложится КОНЕЦ Сейчас попробуем еще почистить Музыка Музыка Стоит Музыка Мы видим, как припой постепенно начинает у нас схватываться с краев и ближе к середине данной контактной площадки. Данного места нам будет достаточно для создания соединения, поэтому на этом останавливаемся. Итак, для соединения между собой аккумуляторных батарей нам потребуется, во-первых, совместить с одной стороны два противоположных полюса, чтобы было последовательное соединение. Зачастую такое соединение используется именно в схемотехнике для повышения напряжения. Что нам потребуется? Две аккумуляторные батареи, желательно одинаковый типоразмер, одинаковой емкости. Такая вот небольшая перемычка, которой мы будем, собственно, осуществлять соединение. Итак, берем плюс аккумуляторной батареи, располагаем его, как нам удобнее будет паять, подносим к нему наш проводник, смазываем флюсом проводник и контакт аккумуляторной батареи, соединяем и осуществляем пайку. При хорошо заложенных аккумуляторах процесс недолгий, быстрый. После чего берем отрицательный вывод другой батареи, подносим к нему данный проводник, наносим также флюс и осуществляем нагрев. Сначала лучше нагревать контакт батареи аккумуляторной, а потом уже к проводнику подносить. Собственно, у нас получилось соединить две батареи между собой последовательно. Сейчас я еще раз пропаяю положительный контакт, поскольку он у нас, ввиду физического воздействия раннего, слишком отвалился. Сделаем мы это с флюсом, разумеется. Довольно-таки плохо здесь положительные контакты залуживаются, но, тем не менее, батарея держится. И мы можем произвести тест, проверку на электрическое соединение. Берем мультиметр, замеряем напряжение на одной батарее, 4 вольта, замеряем на другой, 3,8 вольта, и замеряем на двух последовательно соединенных батареях. У нас получается 7,8 вольта. Почти 7,9 за счет частей. Значит, соединение у нас обеспечено. Итак, чтобы припаять литий-ионный аккумулятор к плате, условно возьмем макетную плату с множеством монтажных отверстий, нам потребуется два проводника. Один проводник на плюс, один на минус. Проводники предварительно заложены. Вы можете посмотреть, как это сделать в предыдущих видео. Наносим флюс и нагреваем место соединения. Даем немножечко остыть. Соединение получается достаточно прочное и надежное. То же самое проделаем с обратной стороны, с отрицательным контактом. Поскольку отрицательный контакт у нас имеет большую теплоемкость за счет больших размеров, то его мы предварительно паяльником нагреваем, чтобы припой расплавился. Подносим проводник уже к расплавленному припою. И с обеих сторон подогреваем. Небольшое смещение, ничего страшного, поскольку припой расплавленный, он у нас все равно схватится в итоге. Даем немножечко остыть и смотрим, у нас соединение получилось надежное. Итак, мы имеем литий-ионный аккумулятор с припаянными к нему проводками положительной отрицательной полярности. Для того, чтобы припаять нам данные проводнички к печатной плате, как правило, на печатной плате имеются монтажные отверстия, воспользуемся ими. Вставляем проводник в монтажные отверстия, чтобы он немножечко показался с обратной стороны печатной платы. Берем флюс, смазываем соединение, паяльничек очищаем от нагара, от грязи, берем немного припоя и нагреваем место соединения. Получается типа вот такого вот на соединение. Достаточно надежно, крепко. Если контактных площадок отверстий у нас нету, вернее, есть контактные площадки, то поступаем немножечко иначе. Берем проводник, прикладываю его сверху к контактной площадке, к которой нам необходимо припаяться. В данном случае мы к двум приложим. И будем припаивать. Смазываем флюсом в данной поверхности. Берем припой и осуществляем нагрев. После чего у нас образуется достаточно хорошее соединение. Ну вот. Собственно, вот и все, что вам необходимо знать при пайке литий-ионных батарей. Дополнительно напомню, что нужно соблюдать осторожность, не допускать их сильного перегрева, поскольку вы видели, что длительное время нагревать их нет особой необходимости. 5-10 секунд максимум на отрицательный контакт батареи. На этом у нас сегодня все. На видео вы научились залуживать батареи, узнали, можно ли их паять, литий-ионные аккумуляторы, как спаять их между собой, как припаять к ним проводнички и припаять литий-ионную батарею к печатной плате. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok